Иномарка. Этот термин всё реже звучит в отчизне, а когда-нибудь и вовсе, наверное, исчезнет из русского языка. Ну, если, конечно, железный занавес не опустится снова на сильно усечённые границы бывшего СССР. Сейчас и Volkswagen, и Renault, и Skoda, да и множество других автомобилей — вполне себе наши марки по месту рождения, а обязательная и всё нарастающая локализация производства делает их отечественными и, по сути, мозгов, правда, в них нет, но местных резины и стекла с каждым годом всё больше и больше. А в начале девяностых годов XX века владелец иномарки в отчизне был человеком не только состоятельным, но и отважным — по разным причинам. В части автомобильной причина крылась в том, что магазины запчастей только появлялись, сервисы учились работать на своих ошибках за счёт клиентов, а стоимость расходников могла сравниться с зарплатой простого советского инженера. О доступности импортных масел и качестве отечественного бензина можно и не говорить. Opel Vectra — ровесник и, в общем-то, конкурент Volkswagen Passat в кузове B3. Оба автомобиля появились в 1988 году. Но если Volkswagen хранил традиции и репутацию свою от поколения к поколению, то Opel, как и Ford кстати позднее, решил сменить имя. Оскона ушла в небытие и её место заняла Vectra. Фокус в принципе удался — в сознании потенциальных покупателей и владельцев прервалась нить, связующая новинку со скучными, недорогими и не очень надёжными предшественниками. Vectra выглядела очень современно, ехала неплохо и даже на требовательном британском рынке, где традиционно сильны другие марки Vectra под именем Voxhall Cavalier вполне неплохо продавалась, одно время даже удерживала четвёртое место в классе. А в некоторых странах Vectra порой даже взбиралась на самый верх рейтингов продаж. Но поддержанные Opel традиционно недороги и эти машины весьма активно завозили к нам в виде трёх, пяти, семи или даже десятилеток на протяжении всех девяностых годов. И Vectra примелькалась на дорогах Отечества. И эта машина стала одним из самых распространённых поддержанных автомобилей на территории бывшего СССР. Авторевью, например, в начале двухтысячных, начав публикации о поддержанных иномарках с бесспорного лидера рынка немолодых машин Volkswagen Passat вторым выпуском рубрики, опубликовал материал о Vectra первого поколения. Вполне себе привычная и обычная машина из наших дворов. В сентябре 1992 года Opel Vectra был серьёзно обновлён. Внешне машина получила новую облицовку радиатора с эмблемой Opel посередине, окрашенные в цвет кузова бамперы, новые фары и фонари, но помимо внешних изменений Vectra получила АБС в качестве стандартного оборудования. Заодно усилили кузов для повышения безопасности. В дверях появились брусья для защиты от бокового удара, усилили пороги и крышу. А в феврале 1993 года появилась возможность заказать подушку безопасности водителя. Потом, чуть позже, в сентябре того же года, подушка стала доступной и для переднего пассажира, а через год, в сентябре 1994 года, подушки вообще стали стандартным оборудованием для любой комплектации Vectra. Масштабная копия Opel Vectra образца 1992 года сделана китайскими товарищами из Premium Collectibles Toys, которые известны своими брендами XO, Whitebox, Premium X, но и в первую очередь, конечно же, эта контора известна как производитель масштабных моделей для журнальных серий, всего мира. И эта машинка вышла в журнальной серии Opel Collection в ноябре 2011 года. Модель — типичное изделие от китайских товарищей для европейских журнальных серий. В целом, без серьёзных изъянов в качестве изготовления и с более или менее проработанными деталями. При этом, конечно, донышко модели упрощено до предела, а сама машинка оставляет впечатление какой-то недоделанности. Вроде похоже, но облик реального автомобиля был более чётким, ясным, а модель страдает какой-то излишней округлостью и линии смазаны. Такое чувство, что её делали из пластилина и она немного подтаяла, пока добралась до производства. Но рестайлинговый Opel Vectra в этой модели узнаётся, конечно же, совершенно точно. Издатель, который формировал список моделей для журнальной серии Opel Collection, видимо, держал в уме, что дорестайлинговый вариант Vectra ещё во времена юности самого автомобиля изготовили немцы из Гамма, и те модели даже в дилерских коробочках одно время продавались. Да и кстати на прототип были вполне похожи, хотя модели Гамма тех времён далеко не верх модельных технологий даже по меркам 80-х годов XX века. Гамма вообще в те годы славилась простецкими и кривоватыми изделиями, которые, правда, и стоили относительно недорого. Тот производитель, кстати, возьмётся за ум где-то в начале 90-х, когда рынок уже начнёт захватывать мини-чамс, но сделав несколько неплохих моделей, эта контора так и сгинет в масштабное небытие. Но, как бы то ни было, у многих собирателей, интересующихся моделями автомобилей Opel, на полке стоят те модели Vectra в её первоначальном облике образца 1988 года. Поэтому журнальный рестайлинговый вариант оказался многим весьма кстати, несмотря на все свои недостатки. Да и стоили эти китайские машинки в момент выхода недорого, выходили регулярно, в рамках журнальной серии деталировка была на вполне приличном уровне, так что на безрыбье и эта Vectra заняла своё место на полках. Тем более, что цвет подобрали очень популярный и характерный для автомобилей первой половины 90-х годов XX века. В подобном вишнёвом металлике их было очень много на дорогах всего мира. Хотя в оттенок Opel китайцы не очень точно попали. Чуть позже эта же модель выйдет ещё раз в опелевской журналке, но уже в серебристом цвете, так что появится даже какой-никакой, но выбор цвета для желающих поставить эту масштабную копию на полку. Сама Opel Vectra рекордов продаж в реальной жизни не любила, проигрывая современным Фольксвагенам, Пежо и даже Фордам. Но благодаря более резкому снижению цены и большому количеству служебных машин, немало этих Opel добрались и до наших краёв в сильно поддержанном виде. В конце 90-х и в самом начале двухтысячных это был довольно популярный автомобиль. Недаром Авторевью, открывая свою рубрику «Вторые руки», сразу вспомнила о Opel Vectra. К тому же рестайлинговая Vectra, что появилась в автомобильных салонах в 1993 году, была одной из первых иномарок, которая продавалась на просторах нашей необъятной в виде совершенно нового автомобиля. Несмотря на большую скорость гниения, чем у машин Фольксвагена, эти Opel удивительным образом дожили и до наших дней — нет-нет, да и встретиться на дорогах — это знакомая машина. И надо отметить, что унылый и безликий дизайн, за который многие корили эту Vectra, позволил автомобилю сохранить вполне спокойный и достойный облик вплоть до второго десятилетия XXI века. Машина, в общем-то, до сих пор не выглядит каким-то удивительным пришельцем из прошлого на дорогах, на неё никто не оглядывается. Ну, в общем, также незаметны это Vectra и сейчас, как и четверть века тому назад. Проработка этой масштабной модели не поражает воображение, но на полке машинка выглядит не так уж и плохо, как при попытке рассмотреть её вблизи или особенно снизу. Да и нет особой альтернативы, если вы вдруг задались целью поставить на полку модель рестайлинговые Vectra с литерой А родом из начала 90-х годов. И на полке эта она будет вполне гармонично смотреться рядом с моделью Passata в кузове B3, например. Хотя нельзя не отметить, что масштабные модели Passata и Vectra разделяет во времени больше двадцати лет. Volkswagen в масштабе 1 к 43 продавался ещё в дилерских коробочках в конце 80-х годов, а модель Vectra появилась во втором десятилетии двадцать первого века. Компьютеры и телефоны претерпели кардинальные изменения за прошедшие годы, технологии шагнули далеко вперёд, но современное высокотехнологичное изделие китайских мастеров рядом с немецкой моделью от Шабак выглядит довольно бледно несмотря на более богатую деталировку. Похожесть у модели Vectra пониженная, а дверки, капот, багажник как у Passata не открываются, чтобы отвлечь внимание от просчётов китайских модельеров. Пишите в комментариях, что думаете про Vectra первого поколения и про масштабную модель выпущенную по её мотивам китайскими товарищами. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то смело жмите любую кнопку которую найдёте под этим видео.